Ответ. Ответ. Пасхи. Будем праздновать Песох и Воскресение Иисуса Христа. Следующая неделя будет просто замечательной. В конце моего послания я предложу вам кое-что сделать. Сегодня я должен вам о многом рассказать, и поэтому постараюсь не терять время зря. Буду говорить сегодня очень быстро, так что извините. Хотел бы начать с Евангелия от Иоанна. Если бы читали это Евангелие, вы заметили, что оно не такое, как у Матфея, Марка, Луки. И эти три Евангелия называют синаптическими. Они начинаются с описания рождения Иисуса, а Иоанн пропускает этот момент и начинает свое Евангелие со слов «в начале было слово». Он рассказывает нам об Иисусе Христе как о Мессии. Иоанн говорит нам, что Он — это слово, которое было в самом начале. А затем это слово обрело плоть. Иначе говоря, как сказано в Писании, Он сделал свою жертву для вас еще до сотворения Земли. Нет ничего плохого в том, что нас омыла Его кровь. У меня просто отличная проповедь. Итак, нас омыла Его кровь. Сегодня вербное воскресенье, и я хотел бы задать вам вопрос. Кто Иисус для вас? Кто Иисус для вас лично? Я не спрашиваю, кем Иисус был для вашей мамы, что вы узнали о Нем из катехизиса, или чему вас учили в воскресной школе, где вам нужно было сидеть тихо, как мышки. Кто Иисус лично для вас? Сегодня здесь находятся мои родители. Они оба пасторы. Они тащили нас в церковь. Ну, не осуждайте их за это. Да, они тащили нас в церковь каждое воскресное утро. В понедельник вечером мы молились. Во вторник у нас была репетиция хора. В среду мы были в церкви. В четверг у нас опять была репетиция. В пятницу мы изучали Библию. В субботу мы молились. А в воскресенье утром мы шли в церковь и в воскресную школу. Затем мы пели с хором или помогали пасторам. Да, мы все детство провели в церкви, и это здорово. Хотя нас туда притащили. И именно мои родители помогли мне понять, кто такой Иисус. Но только в 22 года я понял, кем был Иисус. Потому что до этого момента я слушал откровения об Иисусе, рассказанные моими родителями. А сегодня я хочу задать вам вопрос. Кем Иисус является для вас лично? Представьте, что Иисус пришел к нам и спросил, кто я. Что вы ему ответите? Ты пророк. Ты хороший человек. Но что если он конкретизирует свои вопросы и скажет, а кто я, по вашему мнению? Хочу спросить вас, кто для вас Иисус. Хочу, чтобы вы поняли истинную природу его царствования. Он несет с собой помазание. И об этом мы можем прочесть в Евангелии от Луки. Вспомните Иисию. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Послушайте, некоторые из вас не ощущают этого помазания. Да, есть такое дело. И так он укрепил свое царство вне. Вспомните, как в Библии рассказывается о том, как он вошел в Иерусалим. Когда он вошел в Иерусалим, он сказал, «Я тот, о ком говорят люди». «Я есть такой, как они говорят». Давайте мы обратимся к Писанию. Откроем четвертую книгу царств. Но прежде, вы обратили внимание, что Иисуса приветствовали почти так же, как царя, о котором мы будем читать. Люди снимали с себя одежды, подстилали ее перед ним, словно к ним пришел царь. Люди, послушавшие служение Иисуса, хотели, чтобы о Его царствовании узнали все. Итак, тут можно прочесть доказательства о Его царствовании. Потому что там сказано, «И поспешили они, и взяли каждой одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали, «Воцарился Иоуи». Иисус ходил по городам и творил добро. До этого Он говорил людям, «Не рассказывайте никому об этом». Он говорил, «Я исцелю вас, но никому об этом не говорите». «Я открою ваши глаза, но никому об этом не говорите». «Я изгоню из вас демонов, но не говорите об этом никому». Но в тот момент Он заявил, «Ну ладно, да, Я царь царей и Господь. Я гряду». Он вошел в Иерусалим и устранил все сомнения. И знаете что? Благодаря Писанию мы знаем, что люди почитали Иисуса не только как человека. Они почитали царя Иисуса. Иначе говоря, Он вызвал беспорядки, потому что Риму это не нравилось. Им это совсем не нравилось. Они говорили ему, «Тебе не стоит этого делать, но Он был царем». Чуть дальше мы можем прочесть о том, что Он Мессия. Об этом сказано у Захарии. Об этом написал Захарий. Вот доказательство того, кем был Иисус, а Он был Мессией. Помните, как Он сказал людям, «Идите, ищите Меня». А потом Он попросил дослать Ему осла и принести вина. После этого Он отправился в путь. «Итак, Захария, ликуй от радости тщерь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле, сыне подъеремной». То есть Он сидел на молодом осле. После этого Он отправился в путь. Здесь, в книге Захарии, Он назван спасающим. Они услышали, что идет Иисус. Они услышали, что идет не только царь, но что с ним идет и спасение. Они услышали, что вскоре к ним придет спасение. Это предсказание Захарии о Мессии. Иисус исполнил это предсказание, а вместе с ним огромное количество других ветхозаветных предсказаний. В сумме Он исполнил около двух тысяч предсказаний. Но ценность даже восьми из этих предсказаний можно сравнить с суммой, которая получится, если вымостить штат Техас с серебряными долларами в несколько рядов. Если так сделать, то каждый из вас, приехав в Техас, нашел бы себе монетку. Это было бы, если бы Он исполнил всего восемь из этих предсказаний. Если здесь есть ученые, то подсчитайте нам общую ценность всех исполненных предсказаний. А Он выполнил гораздо больше. Но давайте сейчас поговорим о вас. Потому что об Иисусе говорить хорошо. Хорошо говорите о том, как Он явил Своё царствование и о том, что Он Мессия. Но что хорошего в Благой Вести, если её нельзя применить к нашей жизни? Давайте поговорим о вас. Послушайте меня. Люди могут не знать, кто вы, но в нужное время, которое Бог приготовил для вас, вы явите Себя миру. Нужно просто ждать. Нужно просто ожидать. Люди не знали, кто такой Иисус, но в нужное время Он явил Свой лик Иерусалим. Он знал, что в нужное время Ему придется умереть за вас. Он явил миру свою истинную природу и свое предназначение. Его предназначением было умереть за грехи мира, пойти за заблудшей овцой, найти потерянную драхму, вернуть блудного сына домой, исцелить храмы, вернуть немым речь, глухим слух, а слепым зрение. Он явил свое истинное предназначение в нужное время. Некоторые из вас хотят опередить свое время. Мы хотим опередить самого Бога. Я никогда не проповедовал о себе. У меня бывают видения, но иногда я так концентрируюсь на видениях, что забываю о настоящем. А в своем настоящем я должен развиваться для своих видений. Мое видение — это одно, а в моем настоящем слишком много всего. Поэтому я должен развиваться в настоящем, потому что, когда наступит мое возрождение, я хочу возродиться таким, каким хочет видеть меня Христос. Запомните эти слова. Нужно просто ждать. Вспомните то место из Библии, когда Иисус вошел в Иерусалим. Он прошел где-то 17 миль. Это было в том же месте, где произошло воскресение Лазаря из мертвых. Эти люди видели воскрешение Лазаря. Они слышали, как Иисус сказал, «Лазарь, иди вон, давай вставай. Ты слишком долго спал. Вставай». В Библии сказано, что после этих слов Лазарь встал и вышел из своей гробницы. Люди слышали, как пришел Иисус. Обратите внимание на эти слова. Они слышали, как пришел Иисус. Они выкатили перед ним красную дорожку, чтобы встретить его как царя. Они слышали, как он пришел. Эти слова навели меня на следующие мысли. Кем бы ни был для вас Иисус, он станет таким и для тех, кому вы свидетельствуете о нем. Потому что мы знаем, что он есть воскресение и жизнь. И все, кто познал его, знают, что он есть воскресение и жизнь. Мы знаем, что он может укротить бурю. И люди в Иерусалиме познали, что он может укротить бурю. Он — это тот, кто исцеляет разбитые сердца. И те люди познали, что он — это тот, кто исцеляет разбитые сердца. Кем бы ни был для вас Иисус, он станет таким и для тех, кому вы свидетельствуете. Поэтому очень важно, чтобы вы получили откровение о том, кто есть Сын Божий. Потому что у вас есть важная работа. Вы были призваны говорить о Христе. Стать Его двойниками. По-гречески это «дуплео». Вы были призваны стать двойниками Иисуса Христа на земле. Чтобы когда люди видели вас, они видели Иисуса. Только подумайте. Все эти люди уже были там, когда пришел Иисус. Многие из них так сами и не услышали служения Мессии. Но они смогли услышать служение Мессии через тех, кто рассказывал о Его благости. Они узнали, что Он грядет, и приняли Его царствование. Возможно, проблема нашего поколения заключается в том, что мы неправильно представляем нашего Царя, потому что люди оскорбляются, когда слышат о том, что Иисус грядет. Они думают, что мы осуждаем, а не несем мир и возрождение. Поэтому, дескать, мы подобны фарисеям. Мы не свидетельствуем о благости Иисуса. Мы несем осуждение, а не примирение. Не стану спорить, это так тоже бывает. Кем бы ни был для вас Иисус, Он станет таким. И для тех, кому вы свидетельствуете. Наш мир потерян. Сейчас я хочу прочесть вам один интересный стих из Евангелия от Луки. Там сказано так. «Сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так. Он надобен Господу». Он надобен Господу. Допустим, я скажу, «Ай, Джейсон, сходи до дома доктора Дэна. Там ты найдешь грузовик. Возьми и залезь в него». Ключи должны быть в зажигании. Он доверяет соседям. «Так что заведи этот грузовик и поезжай ко мне». А если вдруг выйдет доктор Дэн и спросит, «Куда ты увозишь мой грузовик?» Ответь ему, «Он надобен Господу». Просто замечательно. Ведь разве не это сказал сделать тому человеку Иисус? Ну, послушайте меня. Это очень здорово. У Иисуса была такая большая слава, что вы могли просто упомянуть его имя, и люди сразу начинали приносить ему жертву и отдавать ему свои ценности. Они могли пожертвовать собой, только услышав его имя. Он был так знаменит благодаря рассказам тех, кто нес его служение, что вы просто могли сказать, «Это надобно Господу». И вам ответят, «Да, конечно, берите». Так что, Джейсон, иди-ка ты к доктору Дэну и привези сюда грузовик. Люди жертвовали собой при одном упоминании его имени. Когда-нибудь наступит день, когда вы поймете, что пора что-то отдать. Тогда я брошу микрофон и пойду. Вы пожертвуете собой только потому, что было упомянуто его имя. Вот к чему нужно стремиться. Я готов пожертвовать с временем и всеми своими богатствами, если услышу упоминание его имени. Потому что мне нужно ответить на упоминание его имени. Мы должны чем-то ответить. Когда явится Иисус, вы не сможете просто так сидеть на месте. Я должен ответить. Послушайте еще одну фразу. Ваше восприятие Иисуса определяет, как вы отвечаете, когда вас просят его принять. Как вы относитесь к Иисусу? Вы помните вопрос, который я задал вам в самом начале? Кто Иисус для вас? Ваше восприятие Иисуса определяет, как вы отвечаете, когда вас просят его принять. Если людям, знающим, кто такой Господь и что он может сделать, сказать «это надобно Господу», они не будут задавать вопросов. Они просто дадут вам то, что вам нужно. Они скажут «да, конечно, берите». Многие из нас говорят, что они рассказывают об Иисусе. Но мы знаем, что Иисус не исцелил близкого нам человека, когда он умер. Он не дал мне работы, которые я у него просил. Он не исцелил меня, когда я был тяжело, болен. Он не смог склеить мое разбитое сердце. Он допустил, чтобы мой брак потерпел крах. Мы говорим все эти вещи. Мы считаем, что так все оно и есть. Но на самом деле мы очерняем нашего Мессию. К сожалению, так оно и есть. Вы помните вопрос, с которого я сегодня начал? Кто Иисус для вас? Мне потребуется пообщаться с вами. Около часа. Я скажу вам, кем вы видите Иисуса. Кстати, а умеете ли вы молиться? Я слышал, как молятся многие люди. Это нечто удивительное. Просто удивительно слышать, как другие воспринимают Иисуса. Некоторые из нас молятся так, будто считают, что Он никогда нас не услышит. Они считают, что Его не интересуют наши повседневные заботы. Поэтому кто Иисус для вас? Все мы любим праздновать Его воскресение из мертвых. Мы надеваем красивые костюмы. Так оно и есть. Мы все наряжаемся в этот день. Но почему бы нам не наряжаться для Иисуса и по другим поводам, когда я говорю «наряжаться»? Я имею в виду не одежду. Подумайте о вашем восприятии Иисусом. Те, кто следит за мной в соцсетях, наверное, знают, что каждый день на этой неделе я выкладывал там пятиминутные проповеди, посвященные пасхальной неделе, а еще тому, что сделал Иисус. Так что подписывайтесь на меня в соцсетях. Так мы сможем лучше подготовиться к Пасхе. Расскажите об этом вашим друзьям. Я выкладываю их где-то в районе 11 часов. Так что заходите в это время в соцсети и слушайте меня. Аминь. Я хотел бы объединить это воскресенье со следующим, потому что в следующее воскресенье мы будем пожинать урожай. Давайте, не бросайте меня. Вы со мной? Да, это будет жатва. И это очень ценная и важная неделя. На ней мы поймем, кто истинно верит, а кто нет. Зачем я проповедую вам Евангелие от Иоанна? Все дело в вашем восприятии. Вспомните, как Иисус объявил о Своем царствовании. Он явил откровение о Своем царствовании, но люди подумали, что Он — это Царь, который избавит их от римских порядков, не Царь, который освободит их от греха и смерти. Давайте же, наконец, уже перейдем к делу. Сейчас я все вам очень понятно расскажу, и вы точно все поймете. Мы молимся об исцелении, воображая себе, что Бог нас тут же чудесным образом исцелит. Это все равно, что верить, что есть какая-то чудесная вода, которая сможет нас исцелить. Но при том ведь нет никакой чудесной воды. Эй, вы двое. Что вы там раскричались? Может, вы выйдете на сцену? И поработаете за меня? Проще уже некуда. Благая весть — это очень простая вещь. Мы думаем, что Он придет к нам, и бах, и у нас уже кубики на животе. Лично я просто мечтаю о том, чтобы пастор Тони однажды за меня помолился, и я стал бы выглядеть, как он. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня на животе были кубики. Что-то не получается. А ведь мы так и думаем. Мы думаем, что наш Бог говорит «абра-кадабра». Но на самом деле Он убирает глупость из нашего мира и творит чудесные вещи. Он творил чудеса в Иерусалиме. Он совершал просто невероятные вещи. А я сейчас спрошу Его о таких мелочах. Многие из нас неправильно воспринимают Иисуса. Совершенно неправильно. Послушайте меня. В современной культуре Иисус популярен, но не принят. Наш Бог — это звезда. О, Санна! Он суперстар. Поверьте, я старался изо всех сил. Давайте все вместе. О, Санна! Я восхрес из мертвых и вышел из тьмы. Мы сделали все, что в наших силах, но что-то пошло не так. Теперь Иисус популярен. Я такой крутой, я надел новые обтягивающие джинсы и пойду в них в церковь. На мне новая одежда. Я готов к церкви. Пойти туда. Я пойду в церковь. Нет. Говорит Иисус. Я хочу большего. Я хочу быть принятым. Евангелие от Луки. Это займет у вас всего пять минут, зато вы кое-что узнаете. Те, кто принял Иисуса Христа, говорят именно так, как сказано в 19 главе Евангелия от Луки. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости. Скажите, это слово вместе со мной. В радости. Радость. Тут сказано все множество. Начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава вышних». Хватит. Послушайте меня. Хватит просить у Бога что-то для себя. Просите у Него чего-то и для других. Спасибо. Спасибо вам большое. Хватит жить ради личного общения с Богом, говоря елейным голосом. «Славься Господи и спасибо тебе, Иисус». Да, Он был добр с вами. Мы с женой просто безумно друг друга любим. Как-нибудь я расскажу вам об этом поподробнее. Мы безумно любим друг друга. И вот через пять лет, после того, как мы поженились, мы решили заново отпраздновать нашу свадьбу. Это было очень здорово. Я помню, как перед моей женой открыли двери в другом конце церкви. В этот момент я был очень взволнован от того, что она выбрала меня. Она выбирала меня каждый день эти пять лет. Я очень сильно плакал. Есть даже видео, где можно услышать мои рыдания. Мне все равно, кто его увидит. Во времена Давида ковчег Завета с Богом забрали у Божьего народа. Тогда шли военные действия. Кто-то даже был убит. Над Божьим народом издевались. Ковчег тогда находился в доме Аминадаба. И именно его дом начал получать благословение. Тогда Давид решил это исправить. И пошел туда и забрал с собой ковчег. В Библии сказано, что он прошел шесть шагов, а потом начал восхвалять Бога. В Библии сказано, когда он нес ковчег в город, он так сильно восхвалял Господа, что его жена высунулась из окна и проорала. Давид, а ну прекрати, ты меня позоришь. Он ответил ей, помолчи, женщина. Я могу быть еще безумнее, потому что Бог так благ ко мне. Возможно, вы пассивны в своей вере. Просто задайте себе один вопрос. Кто для вас Иисус? Иисус стал мне целителем. Он стал мне избавителем. Он помог мне выйти из тьмы и начать жить во свете. Поэтому мне хочется кричать Его имя очень громким голосом. Я не могу говорить тихо. Не могу умолкнуть. Не могу держать это в себе. Потому что если бы вы знали, какой ад я прошел, вы бы поняли, почему этот лысый, чернокожий человек так громко кричит. Я угодил в психбольницу в 2003-м, но Бог исцелил меня. И вы хотите, чтобы я говорил потише? Дьявол говорит нам ложь. Он постоянно приходит к нам и говорит ложь. Давайте прочтем еще один стих из Евангелия от Луки и закончим на этом. Потерпите еще совсем немножко. И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим». То есть фарисеи попросили о том, чтобы они замолчали. Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни воззапьют». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!